Всем привет, сегодня с вами посмотрим на один из интересных вариантов развлечений вов классик, который в последнее время набрал довольно неплохую аудиторию любителей ванилы, а именно на хардкор прокачку или челлендж айронмен, кому как нравится. Общий принцип хардкор прокачки сводится к тому чтобы прокачаться до максимального уровня без смертей, причем не важно по какой причине ваш персонаж погибнет, от мобов, от вражеской фракции, даже если отключится сервер по вине администрации, это в корне ничего не меняет, риски заложены во все факторы. Иначе какой же это хардкор пик внимания игроков к хардкор качу пришелся именно на старт сезона мастерства WoW Classic. Готовя новый сезон, уже перед самым выходом новой версии классики, Близзард сделали поддержку данного вида прокачки, что привели в восторг множество игроков которые хотели попробовать в свои силы выполнить этот челлендж. Но Близзы не были первые, на приватных проектах World of Warcraft Classic этот челлендж уже существовал и в гораздо более прогрессивном виде. Мы с вами сегодня посмотрим как реализован хардкор челлендж на официальных серверах сезона мастерства и на приватных проектах ванилы и выясним где интереснее. Но для начала я хочу вам сообщить, что игра какой бы хардкорной она ни была, становится еще тяжелее когда у вас острая нехватка золота. А где золото? Конечно на elfmoney.net, более 13 лет на рынке, только опытные проверенные исполнители, лучшие качества и режливые сотрудники. А для моих подписчиков скидка 10% по промокоду VANILA10, ссылка в описании. Итак, Близзард в последний момент запрыгнули в этот вагон и ввели поддержку хардкор кача на сезоне мастерства. То есть у них был вообще другой план развития ванилы в рамках сезона. Но, когда они открыли свои планы игрокам, показав что их ждет на соме, игроки выразили недовольство в плане того, что этого маловато, хотим что нить еще. НПС поддержки режима хардкора появился после самого последнего обновления на ПТР, его быстро нашли и сообщество хардкорщиков было просто в восторге что на них обратили внимание. Если честно, я не доволен как Близзард его реализовали. Да, за новинку спасибо, но как это было преподнесено? Ни официальных анонсов, ни комментариев по поводу в чем смысл этого НПС. Что игроки получат, если выполнят этот челлендж? Ну ничего, никакой инфы, вот вам моб, он вам дает баф, который спадает после смерти и как бы все. Ну да, после смерти вешается дебаф, минус 1 ко всем статам, который благополучно снимается у того же НПС. Если бы не игроки, которые сами придумали себе правила челленджа, то выглядело бы все это довольно уныло. Единственная польза от этого бафа была лишь 100% гарантия того, что игрок выполняющий челлендж, не смухлюет и не сможет как то обмануть сообщество, просто заявить что прокачался он честно, не умерев ни разу. До этого эту функцию контроля выполнял аддон, который надо было установить и настроить. А чтобы попасть в зал славы, вам надо было еще и снимать свою прокачку на видео или стримить, в случае необходимости предоставить пруфы. А тут это было введено в поддержку самого клиента. Тем не менее, игроки с радостью организовали движение дорога к Рагнаросу, которое нацелено было на прокачку персонажа и убийство финального босса первой фазы Рагнароса абсолютно без смертей. Учитывая увеличенную сложность рейдового контента сезона мастерства, задача была не из легких, но игроки ее выполнили. И я так думаю, что ребята устроили бы этот челлендж и без помощи Близзард, которые, повторяю, отнеслись к подобному движению с максимальным пофигизмом. Посчитав наверно, что игра WoW Classic с одной жизнью будет мало кому интересна. Хотя по мне, наличие большого онлайна на ПВЕшных серверах именно благодаря движению хардкорщиков, которые пришли на эти сервера ради хардкор челленджа. Теперь перейдем к многим уже известным проектам, которые сегодня стараются сделать игру на ваниле более насыщенной и острой, периодически вводя новые функции и улучшая некоторые старые. Как на них был реализован хардкор челлендж? Скажу честно, есть на что посмотреть. Начнем с Ванилы Плюс. Начиная играть на сервере Ванилы Плюс, вам не надо искать никаких NPC, создавая нового персонажа, вы автоматом получаете баф решимость Айронмена, или как написано в описании, не знающий поражений. Абсолютно так же как у Близзард, не знаю кто у кого позаимствовал идею названия, но старожилы рассказывают, что эта фишка была уже на сервере и до выхода Сезон Мастерства, так что делайте выводы. Баф, кроме того что подтверждает, что вы не умирали ни разу, дает вам еще небольшой бонус в виде повышения ДПС и хила на 5%, а так же снижает входящий урон на те же 5%. Не бог весть что, но тем не менее, дает хоть какую то мотивацию этот баф не терять. Условия челленджа стартуют со второго уровня, такая своеобразная страховочка для тех кто наверное захочет перебежать из одной стартовой локи в другую. Хотя кап экспы до второго уровня небольшой и можно апнуться по дороге, других объяснений в этом условии я не вижу. Ну довольно сложно, случайно в старт в локе умереть на первом уровне. Смерти от пвп не считается. Тут я хочу заметить, что серверы таки пвпшные, прокачаться в хардкор режиме в условиях когда тебя любой может гангнуть, задачу усложняет в разы. По этой причине все хардкорщики Сезона Мастерства в основном сидели на пвешных Кельсераре и Кингсфоле, хотя гриферы их доставали и там. Хардкорщика можно было убить при суммонив инфернала рядом. В столице прикачивали элитных драконов, которые выжигали афкажщих хардкорщиков. Был даже интересный случай, когда грифер умудрился прикайтить незримого к ничего не подозревающему игроку. Бедолага провалил челлендж даже не подозревая что его убило. Незримые это особый вид мобов, которые находятся в состоянии невидимости, но тем не менее могут атаковать с того, кто случайно их потревожит. Так что ПВЕ сервер не гарантия полной безопасности от других игроков. Поэтому на ваниле плюс добавили подобные условия. Смерть от ПВП нищетово, но собственно этот баф игрока ни к чему не обязывает. Умерев по неосторожности, он может дальше продолжить играть, если захочет, никто ему это не запретит. Единственное что о вашей смерти узнает весь сервер через общий канал. О вашей неудаче будет написано в чате, что такой такой то принял героическую смерть от такого то моба на таком то уровне и все. Чем выше уровень, тем больше слов соболезнений. Соответственно по лоу левелу никто плакать не будет. Игроки достигнувшие макс левела без смертей получат объяву на весервер, что они это сделали и медальон с косметическим эффектом, подтверждающий что данный челлендж им выполнен. Пятипроцентный баф теряется и естественно никаких преимуществ перед другими игроками вы не получите. Просто занесите данный факт в копилку, других ваших достижений, если таковые имеются, будет о чем рассказать внукам. На тур Талвов кардкор прокачки подошли куда серьезней. Вот тут для вас действительно будет испытание. Сейчас расскажу в чем особенность. Челлендж на черепахе это не дополнительный какой-то сопроводительный бонус к прокачке, а реально вызов. Поэтому на участие в нем вы должны дать согласие. Разыскав спрятанного NPC вы принимаете жесткие условия, которые не всякому игроку могут понравиться. Именно по этой причине его спрятали от посторонних глаз, чтобы случайный новичок не смог бездувно взять квест, который может ему потом устроить нежданный сюрприз. Суть такова, что принимая задание у NPC, вы отказываетесь от бессмертия. Это решение окончательно и у игрока нет возможности передумать. Вам дается только одна жизнь, потеряв которую ваш персонаж навсегда будет уничтожен. Вернее его дух будет напоминать вам о том, что вы когда-то за него играли, но в игру больше зайти не сможете. Тем более не сможете воскресить его обратно. Не важно какого он был уровня и одетости, не важно сколько на нем было голды, все, он навсегда исчезает из мира, единственное что вы можете сделать это удалить персонажа из окна выбора, чтобы он не занимал слот. Принимая квест, вас автоматически инвайтят в гильдию таких же как вы, которые решили попробовать выполнить данные испытания. Вам разрешено вступать только в группы таких же смертных игроков. Более того, эти игроки не должны превышать рекомендованный уровень, около 5 левлов. Вам запрещено пользоваться аукционом, разрешая торговлю только с такими же смертными. Никаких подарочков по почте или что то в этом роде. Только свои собственные силы и профессии. Случайные смерти от дисконнектов, стихийные бедствия или из за ваших не очень компетентных родственников не считаются уважительной причиной. Вы теряете персонажа окончательно и бесповоротно. Просить умолять поддержку и вернуть вам перца бесполезно. Но на 60 уровне вы таки получаете бессмертие и уже можете принимать участие в пвп по ве движухе с другими игроками. Вам так же присваивается звание Бессмертный, дарится уникальная гербовая накидка, а так же маунт. Согласитесь уже что то. Гильдия с своеобразным названием все еще жив, насчитывает довольно приличное количество игроков. На момент создания видео онлайн было 110 игроков, что подтверждает высокий интерес к этому челленджу. Более того, сообщество хардкорщиков очень дружное, подбадривает друг друга, поздравляет с достижениями и разочарованно прощается с теми кто потерпел неудачу. Если же вам кажется что данный челлендж слишком легкий, вы можете усложнить его еще больше, взяв у глиф мастера дополнительные челленджи, глиф на замедленную прокачку, которая снижает опыт за гринд в 2 раза, а при смерти отнимают у вас 5% экспы. Ну в вашем случае будет отнято не 5% опыта, а удален персонаж, ну тем не менее. Глиф на отсутствие отдыха персонажа, он не будет отдыхать ни в оффлайне, ни в гостиницах, ни в столицах и самое интересное, пвп глиф. Сам сервер имеет статус пве, но вы можете этот факт исправить. Нравится ощущение опасности при прокачке, включайте вармод и ждите приключений. Я кстати видел много игроков с включенным вармодом, так что вы будете не один такой. Разумеется эти игроки не делают хардкор челлендж с вармодом, но что мешает попробовать это сделать вам. В общем вот такие варианты я могу вам предложить на сегодняшний день, уважаемые любители классики, мы с вами еще обсудим другие интересности, которые сейчас присутствуют на ванильных мирах, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего новенького, за лайк под видео, отдельная благодарность и до встречи.